Привет, ребята! Замена расходников касается не только подвески, мотора и так далее, это кузовные детали, которые потеряли свою функцию. Ограничители двери, которые фиксируют дверь в среднем, крайнем положении. Сейчас неудобство заставляет, что при разгрузке и выгрузке что-то из салона, приходится придерживать пятой точкой. Ну и также представляете лицо хозяина в окошке, который волнуется за машину свою, стоящую по соседству, за целостность и лакокрасочное покрытие. Разберем сегодня варианты восстановления, варианты замены. И в комментариях напишите тоже, кто что делал и сколько у него прошли эти детальки и как держатся двери. Может быть ваш вариант будет лучше. Если вы еще ни разу не разбирали обшивку двери своего автомобиля, ознакомьтесь, как снять дверную карту, или допустим в Volkswagen снимается наружная часть, не знаю, изнутри дотянется или нет. Нам это нужно, чтобы вытащить ограничитель двери через внутренность дверную. Здесь откручивается болт на кузове, два болта на самой двери. А вот чтобы вытащить, приходится немножко разобрать. В данном случае надо снять поводок с ручки, чтобы уже карта не мешала. И если у вас шелка на двери или, допустим, здесь тоже не очень удобно подлезть, мешает динамик и руку совать далеко. Поэтому проще будет снимать и динамик. Через это отверстие очень хорошо достать ограничитель двери. Передняя чуть попрямее, подлиннее, задняя покривее, покороче. Сзади забитый штифт, здесь упор подрезиненный в конце двери, чтобы на открытии было. Это у нас устрица, она соединена. В данном случае на Тойоте соединение идет двумя точками сварки по уголочкам. Надо будет рассверлить. Здесь желательно сверло брать где-то на 5,5, на 6, не меньше. Иначе не досверлиться краешки, потом придется ее вышибать, выковыривать и так далее. Сверлить прямо, чтобы аж сюда немного выглядывало, сидит хорошо. На других машинах, допустим, Nissan, здесь у нас идут два усика. Я сейчас в тисках покажу, что с ними сделать. Так вот, если вы вдруг увидели у себя вместо точной сварки усики, они стоят вот здесь и здесь, с обеих сторон, по два штучки. Тогда просто зажимаем в тисы, таким образом, чтобы маленько они выглядывали у нас сюда. Берем зубило или крепкую отвертку и под этот усик, молоточком постукиваем, выгибаем их почти вертикально, чтобы снять, разъединить две половинки. В дальнейшем, когда все собрали, это дело, не надо зажимать пассатижами и всем прочим. Вот это место, как раз, где самые усики вставляете сюда, краем губок тисков, и также зажимаете. Они встают, загибаются туда. Сильно загибать не надо, можно даже этого не делать, потому что эти две половинки никуда не денутся. Резьба находится у нас с наружной части, ну, в смысле, снутри двери. А болты закручены, и все это притягивается. При установке ничего не выпадет, не беспокойтесь. Поэтому сейчас просто накернить надо и рассверлить. Накернивайте в центр сварки. Накернивайте в центр сварки. Теперь вот так зажимаем. Вот в отвертке, заточенной части, небольшой зубильце. Металл хороший, хорошо открывать такие вещи. Вот уже видно сточенная часть, совершенно плоская. Здесь нет такого полукруглого валика, который бы у нас ходил и задерживал дверь в нужных положениях, в узких местах. Поэтому сейчас все это отмываем. Здесь и песок уже въевшийся, грязь, чтобы новые ходили подольше. Вот такая красота, почти как новый получился. Так, теперь что делают вместо того, что стирается, делают. Значит, вот у меня образцы еще валяются. Это то ли капролон, то ли, может, даже фторопласт. Не знаю что. Но ходило, говорят, недолго. Потом делается вот такая вещь. Засверливают на 3 миллиметра, вставляют кусок гвоздя. Он, конечно, не вылетит никуда, потому что находится у нас внутри. Но вот металлом по вот этому покрытию, как бы, я не знаю. Но это не мое. Я себе не буду так делать, тем более другим нет. Так что вариант сегодня другой. И теперь, чтобы вместо вот этого пыльника поставить свой, красивенький, хороший, нужно выбить вот этот штифт. Не то, чтобы выбить, потому что выбить трудно. Он сплющенный, по-моему, с обоих сторон. Выбивается очень плохо. Болгарочкой или ножовкой, мягкий металл спиливаем под корешок. И потом просто дюбелем тюк, и он выпал. Кусок сапога женского. Здесь хорошая кожа. И с такой же кожи вырезаю поплотнее отверстие, чтобы ходило на поводке плотненько. Вот такое отверстие. Она хорошо плотненько ходит, даже на узком месте. Здесь, если песок, пыль насела, обычно стачивается, вот видно, бороздки, это верхняя часть. Внизу, как бы, такого нету. Эти резинки мы оставляем. Меняем только вот эти вкладыши на новые. Сейчас попробую, вот это омские ребята делают. Ставил на машины, как бы, еще недолго, все это ходит нормально. Сколько точно проходит, пока никто не может сказать. Делаются на разные машины у них. Делается из, тут даже написано, графита, чего? Графита, наполненный полиамид. Так что, думаю, будет штучки неплохие. Поставим, посмотрим, как они себя поведут. Если кто сейчас будет шуметь, что это реклама, что я зарабатываю на этом деньги, идите нафиг. Также собираем резиновой стороной сюда. Широкий, широкий выход или вход направляем вот так, в эту сторону. Держим на узком месте поводка и немножко, немножко надо подоткнуть. Так, а дальше вот таким макаром. Все сидит на месте, никуда не денется. Поэтому я говорю, вот эта фиксация, там загибание краешков, усиков, ничего не надо. Это все у нас прижмется. Закручиваем болтов. Крутить сильно не надо. Здесь резьбы всего витка 3 слабенько. Поэтому не усердствуйте. Ну, если уж сорвете, придется гаечку подсунуть, закрутить, ничего страшного. Что пыльник теперь новый. Механизм новый. Считайте, что все совершенно новое. Они не выпадут, не бойтесь. Я, ребятки, не настаиваю на этом ремкомплекте. Просто мне он нравится своим первоначальным, значит, когда поставишь. Там, где должна быть свобода дверей, она есть. Там, где должна быть фиксация, она очень четкая. Никакого поджимания лишнего не присутствует. Бывало, что некоторые брау-наборы приходилось дорабатывать напильником. И просто было страшно, что вырыли болты. Очень были и тугие, и которые не держали, тоже были. От лифанов, ну, это безобразие китайской пластмассы, я не знаю. Ну, кто-то ставит. Это не ходит долго, поэтому не надо заморачиваться. Не надо портить свои поводки какими-то металлическими вставками. Просто нужно подобрать. В комментариях пишите, если, допустим, ну, вот эти ребята, они уже давненько выпускают. Если кто-то был раньше, такой же ремкомплект ставил, сколько он у нас проходил, или еще ходит до сих пор. Кто-то, может, брал каких-то других производителей. Сейчас у нас маленько развивается это дело. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях. Всем будет интересно, ну и мне тоже. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!